Друзья, я нахожусь в гостях у подписчицы Танюши. Она живет в городе Красноярске. И вот я спросил ее, занимается ли она разведением этих собак. Это борзая, да? Да, русская псовая борзая. Русская псовая борзая. Я, честно говоря, первый раз вижу такую собаку вообще в природе. Она, смотрите, какая вся высокая. Лицо у нее, даже вот такое мордочка, такая узкая-узкая. Видите, какая вся она. Она прям это... И она всегда нюхает что-то, нюхает, нюхает. Такой, у ней прям полностью вот, я не знаю, вот рыба есть такая с узкой головой. Я первый раз просто вот таких вижу собак. Ну, в смысле, по телевизору, конечно, видел. Вот. Танюша живет в таком доме, простом, в общем-то, в центре Краснодара. Красноярск. Ой, я что вы говорили? Красноярск, да. И, в общем, ее собачки заняли призовые места. Они призовые, это чемпион России. Чемпион России, тем более. Да, и она тоже. И вот та еще. Ирина, доча, иди, покажи, какая ты красивая тема. Да, вот она. Ну, они, правда, вылезли у меня, Линька сейчас. Ага. Потом. Умные собаки такие. А что про этого? А это кто? Это американский кокерс-паниэль. Какой? Американский кокерс-паниэль. Американский кокерс-паниэль, да. Антон, перестань. Его зовут там что? Антон, перестань. Это у него домик там. Домик спрятался. А там еще один, иди сюда. Ну, ладно, то он в него не доходил. И, в общем, мы сейчас решили, вот, меня угощает ужином, и мы попьем чайку. Так же. Все. Вот. О том, что это интересно, еще скажу. Друзья, утро я вышел с гостиницы «Огни Енисея». Вот она такая. Ну, у меня окна не сюда выходят, конечно. Вот. И сейчас я иду на встречу со своим подписчиком, единомышленником Серегой, который мне поможет сегодня посмотреть город Красноярск, на который я специально остался на этот рюк, чтобы показать вам всю красоту этого города. Иду на... Друзья, меня забрал Серега, который живет в Дивногорске. Ты живешь в Красноярске. Но в Дивногорске у тебя что? Ничего, мы едем. А, мы едем просто в Дивногорск. Так, познакомьтесь, Сергей, единомышленник, подписчик. Вот. И вот он, старинный мост. Но я потом вам еще отдельно его покажу, ребята. Хороший ракурс вот там стоять и снимать его. Я еще футажи здесь наснимаю. Енисеевские. Это будет очень красиво. Мы едем рано, поэтому машин здесь практически нет. Ну, пока рассматривайте Красноярск вот таким. Я вышел сегодня, было очень прохладно. Но терпимо по сравнению со вчерашним вечером. Там прям какой-то лютый холод пошел еще, тем более, с Енисея. Да. Что это? 11 градусов. Ну, ты бы сказал туда 11 градусов. И вот мне, Серегу я смотрю и думаю, что-то какое-то знакомое лицо. Но он говорит, модельер Зайцев. Точно. И вот, если вы, уважаемые, сейчас увидите, конечно, сходство необыкновенное. Так что, как это? Не смешите называется. Не смешите. Ну, едем дальше. Смотрите, ребята. Это какой мост? Железнодорожный? Первое, что видим, это железнодорожный сначала. Потом задним автомобильный. А потом автомобильный. И далее какие стоят горы, какие красивые, с тайгой. Прям вообще. Столбы виднее. Столбы. Столбы. Это так мап первый, вот он стоит, с флагом. Ага, ага, ага. Ну, тут... Порт. Да, камера, она вам покажет только издалека, потому что это экшн-камера. Но другая у меня есть. Я сниму ей, постараюсь получше. Вот Енисейская, Сибирь, Сибирь. Здесь у нас была все универсиады зимние проходила. Ага. Вот. Вот он, железнодорожный мост. В этом где-то, да. Затем идет автомобильный. Развязки. Шикарные такие, да. Сейчас для пейзажа специально наверх поднимемся. Ага. И сделаем спуск специально. Хорошо. Мы едем в Деногорск. По новому мосту. Его назвали Николаевским. Хотели также Путинским или еще как его назвать. Уже Путинский есть уже там, который... А нервизный город идет. Смотрите, как здание вот строят, да, прямо на этой горе. Да. И прямо вот я не знаю. Здесь даже трещина на площадках автомобильных там образовывается. Кошмар. Шириной 10-20 сантиметров. Вот. Видите, какая информация интересная. Да я просто ездил. Я работаю по городу. Развязываю. Вот. Какие виражи делает. Она на машине меня прям притягивает к окну. Смотрите, вот как вот так жить, да? Это же вообще... Пейзаж такой. Хочешь посмотреть с той стороны? Да вот я понимаю... Не-не-не, я просто... ЖД всего лишь займет и сменит, если хочешь. Ну... С той стороны весь вид... Развязки хорошие. Это... Недавно это вот сделали буквально к универсиане. Вот построили раньше. Понятно. Но он почти пустой все так был, потому что здесь дороги не было вот этой. Было только... И как вы смотрите, интересно, деревянные строения, старые сбушки, уже новые дома. То есть вот на этих местах их сносят. Как-нибудь вот туда заедем, если мы в нем туда. Улица Пастеровская. Нам нужно на Чкалово было заехать. Пропустили. Ну да ладно, может быть. Потом? Сейчас уже идет, по другой дороге можно. А это пешеходный просто мост? Пешеходный с лифтом. С лифтом даже? Ну, для инвалидов. А-а-а. Новый, современный все. Современный. Так. Это вот старая Николаевка, которая давно здесь пыталась. Николаевка так за улицу. Так за улицу называлась, да? Да. Ну, здесь район такой вот. Специально тебя получается по виду, какая была древняя была эта. Ну, я вижу, что строения такие не совсем древние. Так. Больше есть и современных. Да, потому что вытесняют их, повлияне. Вытесняют. Сырая такие вот обшит. Вот дома старые, повлияне. Ну, это 50-60-х годов дома. Продолжаем ехать по этой улочке. По Казиматы. Казиматы? Нет, просто, говорю, старые дома. Ну, вот это вот тоже. Это, ну, вообще такие дома 70-е годы, в общем-то. Вот там немножко постарее. 50-60. Славы Красноярск. То, что ты просил немножко. Ага. Что уедете, так сказать. Мы просто пропустили поворот, да, поэтому сейчас сделали такой проход. Что-нибудь случается? Что лучше? Не, ну, конечно, жить в таких девятиэтажках, особенно в той башне, прямо над Енисеем, это, конечно, круто. Вот если так захотел, поэтому я и... Какие здесь серпантины. А то опять скажут. Неправильно, Серега, говоришь, серпантин в Сочи. А это просто... Ну, это тоже серпантин. Видите? Вот они, высотки. Мы уже оказались, видите, наверху здесь. Улица Чкалова. Это улица Чкалова, да? Детский сад, прямо здесь написано. Вот так вот построены новые... Нет, здесь уже Волочайская. А, Волочайская улица. Вот так уже построены новые дома, видите? Но есть еще старые вот такие пятиэтажки. А есть новые. Вот, сейчас мы приедем прямо на самый верх. Контроль скорости. Видеоконтроль перекрестка. 40 километров в час. Здесь даже видеоконтроль перекрестка. Да уж. Вот люди живут, видите? Да, здесь камера 40. Как это... Много машин стоят припаркованных, потому что вот тут уже места, по-моему, не хватает. Они прям очень плотненько-плотненько расположены. Ну, пойдем, поедем смотреть пейзаж. Ага. Это вот здесь студенческий гормог. Понял. Это политехнический институт прошлый. Вот это что? Политехнический институт. Политехнический институт прошлый, да? Ну, сейчас... Надеюсь, не духовные семена? Нет, нет, сибирская. Научная какая-нибудь? Нет, нет, нет. Это государственная. Университет Сибирской Федеральной. Слава. Угу. Тут у них я вообще. Здесь живет. Вот это орбита, район орбита. Район называется орбита, друзья. И стоимость тут не знаешь примерно сколько? Да, нет. Встроился район, кому-то нравились пейзажи, кто-то, еще что-то. Ну, сколько стоит квартира в этом районе? Ну, как бы не притянился, если больше. То есть не имеешь, да, информации? Да, она там что-то. Ну, есть телефончик, можно позвонить вам. Вывешены телефоны на балконе. Да. Взять и позвонить. Квартира здесь, наверное, да. Спустимся. Здесь вот она как бы по уровню, если взять. То Апсе я вот был. Ох, как плотно здесь все это стоят, машины так. Да. Вот это улица Коренского. Как это так называют. Ну, вот мы приехали за пейзажами. Вот тут утром город весь спит. Как хорошо, что они все еще спят. Ну, да, я не знаю. У нас место вроде бы. Вот здесь мы, давай, площадка. Обалдеть. Вот это телепривез. Сейчас мы посмотрим. Было очень видно, как мы устроили. Потом как ту развязку мы туда тоже подъемли. Вот, ребята, видите, какой пейзаж с этого места. Вот, арена Платинового здесь происходили. Универсиад была здесь. Это англосибирская зимняя. Я представляю, как жить в этом доме. Там вот канатная, вот если будем обратно ехать с Деногорска, там есть канатка. Вот наверху на смотровую площадку поднимемся. Даже так? Ух ты. Никогда еще по канатной дороге даже. Да, а тут Бобровый лог на лыжах катается зимой-летом. На канатке просто как прогулится пешеходная. От которой такой спуск, да, Бобровый лог? Да, да, там несколько спусков. Вот такая вот, друзья, панорама всего города здесь. Значит, город у нас расположен здесь. Новая часть, да? Это старая часть. Старая часть, а там новая часть. А там больше был правый берег. Раньше была промышленная зона больше. Потом его обустраивали. Там медрепараты, завод. ТЭЦ вон далеко видится, где Трубр. Ага. Поэтому больше там она как-то смотревала в промышленную зону. Там ближе к 60-м годам только мост коммунальный тут построили. А тут все поездом, паромом переправили. Да, я представляю, какой... Это район Альбита. Красноярск. Пейзаж получается, что ты вот живешь здесь, ты выходишь на балкон, у тебя вид на город, ну просто... Просто астрономически. Представляете, как люди вот здесь живут. Смотреть на горы. Они видят весь город в ночи, весь в огнях, Енисеи. Ну просто супер. Супер. Обалденно. Ладно, буду сейчас снимать на камеру вот футажи специальные, чтобы было потом красиво какие-нибудь кадры. Да, и так мы, друзья, поехали дальше. По этим дворам орбиты, где люди проживают. Какие пейзажи они видят за окном вдали. У них французские окна у всех на балконах. Вообще так здорово. До самого дна. А вот детская площадка у них тут такая маленькая, миниатюрная, но есть. Хочется, что-то здесь еще пройди. Горы поближе. Да. Вот смотрите, какой обзор здесь с высоты. Енисей. Травой пахнет очень. Вот это вот травой пахнет, которая душистая. Полынь, да, полынью пахнет. Вот такой вот пейзаж, друзья. Вот такой вот красивый пейзаж. Ну ладно, поехали дальше. Сергей говорит, что улицы остались названиями еще от старых мест, где садовая, дачная. Это когда еще стояли здесь дачные домики, и потом их снесли. Новые дома, но улицы остались названиями. Ну вот первые, они вот Керенского. Вот это вот Керенского. Керенского, да? Керенского. Вот того самого, которого временное правительство. Не знаю, через кого я не сильно не вдавался. Еще на площадку, Сереж. Больше, да. Больше, да. Хотели гостинус из нее сделать? Из мелькомбината? Что, серьезно, что ли? Ну, наверное. Обалдеть, а как там в цилиндрах жить? С мухи ходили. Вот развязку, видишь, какая? Здесь развязка поближе видна. Да. Вот они, буквы, Енисейская губерната. Да, как Голливуд. Сибирская. Насопки у них там от старой катушки осталось. Ну вот мы стоим здесь на новом месте, вот обзорном. Здесь уже по-другому вид. И мелькомбинат видно, да, высота. На параплане здесь просто шикарно стартануть. Только куда приземляться, вот только вопрос. В этом актуале мы здесь вот и проводили всех кем-то приятельствах. Ага, вот в этом здании. Можно заехать, посмотреть. Один дом обстраивается, да. Один уже такой красивой иллюминацией ночью. Ну, тут обзор, конечно, тоже шикарный. Прям с высоты все, как видно, ребята, да? Красноярск какой на ладони. Да. Ну, гостиницу с мелькомбината, это, конечно, чудо. На трубе, на трубе лежат у нас. Все красиво, мы так загозали. Да. Ну, а здесь вот так вот устроено все. Паковка автомобилей. И там подобные вещи жизни вокруг. Остался вот такой домик, главное. Везде все построено, дома современные. И вот еще один такой барачок, барак остался. Интересно, это что, они не сговорились, что ли, ценой? Или как? Так, что их окружили здесь и вот так вот оставили. Вот еще обзор на площадке. Сегодня Серега нам показывает различные трещины обвалы. Вот здесь трещина, ага. Вот она, видите, в асфальте обвал. То есть вот тут уже обваливается, вот она, видите, как. А рядом здание стоит. Вот она, трещина в асфальте здесь, хорошо видна. Вот строят здание, вот еще какая трещина, видите, во. Это что, просто вообще. Видите, как получается идет все вот это. А как же дальше быть, вот только интересно. Да, да, да. Это получается, что идет просадка грунта с этой сопки, которую мы смотрели снизу. Вот этот грунт весь, который здесь стоит. Да, это насыпной. То есть это не искусственная сопка? Да, его навалим. Видите, вот он грунт навалим? Да, вы же, он насыпной. И вон насыпной грунт. И получается, что он сейчас дал. То, чтобы его площади увеличить, наверное, для строительства. Бонг ходил, скорее всего, в свой грунт вернулся. Так, мы опять вышли на прямую дорогу. Тут я вижу, очень много старых зданий во дворах остались. Вот даже за этими барьерами от звука стоят вот эти старенькие такие домишки. То есть они еще, как говорится, не сломаны. И, возможно, что это так же, как и в других городах. То есть когда ломают, должны дать им предоставить жилье. Эту стакаду построили тут же, вот универсиаду. Вот эту стакаду. Копылова сейчас, она под низом. Улица Копылова. Улица Копылова проходит под низом. Да. И универсиаду построили именно... Универсиаде построили вот этот вот... Потому что там еще есть у нас одни горы наверху. Но, значит, потом, наверное, не поднимешься по дороге. Как этот микрорайон называется? Или... Здесь улица Керенского. Вот это вот, конечно. И здесь Гаденко. Вот улица Памятник Гаденко. Дома симпатичные. До Гаденко доедем Памятник. Контроль скорости. Видеоконтроль. Театр, который мы смотрим. Хочешь доехать? Куда? Катенко памятник. А, памятник Гаденко? Это который... Да. Вот это его улицу. И на Валееву, который танцы Сибири. Понял. И на Валееву, который танцы Сибири. Сейчас, извините, юбилей какой-то справа. Так, памятник руководителю группы танцевальной. Он долго, видать, был директором этой группы, так, руководителем? Да, ансамбль. Ансамбль. Песня и пляска Сибири. А как назывался ансамбль? Песня и пляска Танцы Сибири. Танцы Сибири. Это центр города? Нет, это Октябрьский район, центр. Это Октябрьский район, не центр. Это проспект Сибири, да. 92-й бензин, 42-90 успел заметить. Информация для тех, кто... Здесь торговый квартал. Здесь один магазин, да. Торговый, торговый, торговый. Это парк какой-то, да? Да, парк. Ну, он не центральный? Вот так, на окраине, зеленая зона. Смой уровень, да. Тут их два парка. За администрациях Танцы Сибири. Далее видим горы. А, вот это... А, ну, это арка. Бесеходные. Ну, мы же здесь проезжали уже. Да, но с этой стороны. А, с этой стороны. Как красиво. Ах, вот оно что, эстет. Да, мы снова возвращаемся. Едем теперь уже точно, словно дела. Так, расскажу. Теперь мы едем в Демногорск. Просто хватило. А, там выездать долго. Да, и хорошо. Ну, вот там, где мы были, был красивый пейзаж, лучше. Да, живописный. Да, ты прав, Серега. Здесь прям сочетание вот этих холмов, домов и сопок вдалеке. Все это вместе дает очень красивый рисунок. Сыпной грунт. Видишь, какой? Да, вижу, что он насыпной, и он ссыпается. Вот выезд на мост, друзья. Красивый выход. И мы поехали по мосту. По автомобильному мосту этот мелькомбинат, которого вы видели с высоты, которого хотели сделать гостиниц, друзья. Ну, это, конечно, по слухам. Это недостоверная информация. Высотки, видите, на том берегу тоже строят. Вот такой пейзаж. Он тихий зорий. И дома, смотрите, какие сделана окраска такая, балконов, очень симпатичная. И смотрится это очень красиво. Все-таки эстетичный вид делают, друзья, новых домов. Приятно посмотреть со стороны. Вот такой вот выход. Уже мы на другом берегу. Здесь был деревообрабатывающий комбинат районный. Вот мы едем дальше, друзья. Погода сегодня пасмурная, в общем-то. Ну, ничего, хотя бы не дождь. Вот это Базаиха, да, уже? Речка. И речка. А это вот часовенка? Это церковь, да? Да, здесь многих я крестил. Ну, вот церковь здесь. Да, очень много. Мы все крестил я здесь. Вот построена. И речка Базаиха. Будет сейчас. Налево деревня Базаиха. Вот она как раз, Бобровый лог. И вот такая вот симпатичная речушка. Там какой-то мужик стоял в воде. Ловит что-то. Разгор течет, Шейсайен. Да? Да, 100 столбов. Понятно. Был бы пешеходная дорожка почти 8 километров до столбов. То есть вот здесь была пешеходная дорожка для столбов? Это столбы, наш заповедник. Это что за камень? Заповедник столбы. Столбы просто символизируют, чтобы здесь... А вообще столбы откуда образовались истории? Это природное явление. Есть описание. Не инопланетяне, нет? Нет. Ну, слава богу. Вот половину можно на машине проехать, а остальное пешком дойти. Ну, такая прелесть там вообще. Ну, раз ходил туда, каждую неделю потом готов ходить, ходить, ходить. Ребята, сразу 92-й, 40-й, 80-й, 95-й, 43 рубля на заправке. Роев ручей. Роев ручей. Здесь как бы зоопарк наш. Зоопарк и плюс еще колесо возреть. Да, так сказать. Вот сделаны, видите, памятники там. Да, это как бы муниципальное здесь образование. Ну, спонсоров очень много и кто-то помогает содержать животных всяких. Хорошо. Да, вот можем зайти, если сильно там, но время как бы тратится. Да, не стоит уже. Здесь дачи, вот дачники, видишь, на автобус на соломку пошли. Все, пошли дачники. Да, кто-то вот в город поехал, Стеноконская, вот автобус, движение какое-то. Автобус ходит по графику. Как маршрутный, так и коммерческий. Ну, вот саженцы продают. В кругом дачи. Вот сейчас мы подъезжаем к тещиному языку. Да, еще и показаны камни, обвал. А с чего обвал-то? С левой стороны скала небольшая. Ага. Вот на Байкале там реально, где вот Улан-Удэ, тоже там прям видно навесы таких скал. Едешь и думаешь, боже мой, а кто рассчитывал, как они там держатся? Эти скалы. Да, тут небольшая такая штука. Земля со скальной породой. Да, вот никто же здесь ничего не приклеивает. Ведь когда-то может что-то отломаться и покатиться вниз. Такие пироги. На прямой, как бы, за границу не строят, на прямой дороге строили. Вот так вот. Лучше немножко вокруг, но дешевле. Тещин язык. А почему тещин именно язык? Ну, потому что такой длинный заезд получается. То есть, вот Тимон, учешный длинный язык. Это же поговорка такая. Длинный язык, да. 7% подъем. Зигзаги пошли. 92 скорость. Идет на подъем. 99, 100. Но у меня, кстати, тоже на подъем... Даже нет. Нажимай так. Грена нет почти никакого. Все равно не будем испытывать машину. Хоть у тебя и большой стаж. Снова дачный район. Это заезд на смотровую площадку на реку Енисей. Вот. Вот здесь уже, видите, припаркованы автомобили. Тут такое кафе Дельфа. Ну, тут еще... А, это туалет такое, сооружение. Интересное очень. Мне напомнило Большой Ахун в Сочи. Тоже там смотровая площадка. И лес. Сейчас выйдем, посмотрим. Здесь есть еще план такой вот. Где вот смотровая площадка. И показано, куда надо идти. Вот мы высадились. И мы сейчас пойдем туда вот. В плотину. В Димногорск. Сувениры магазин. И, смотрите, как красиво. Здесь все сделано плиточкой. Все выложено. Сосенки ели стоят. Здесь вот какая-то интересная площадка. Я не знаю, для чего это сделано. Сейчас зайдем, посмотрим. Деревянная такая все. Это либо для посиделок. Да, 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 да. Это люди хотят покушать. Они здесь вот пришли. Покушали на лоне природы. Видите? Какие прекрасные виды. Далее мы идем туда вниз. Смотрите, как красиво. Как красиво. Природа нашей земли, России, и вообще земли, в частности, везде, конечно, разная. Смотрите, какой прекрасный вид. Особенно вот вниз туда, к реке. Видите? Там река снизу. Тропинка такая и березки. Так, это у нас камень Старовойтову Петру Алексеевичу. Заслуженному строителю Российской Федерации. Почетному дорожнику Российской Федерации. От дорожников. Сейчас все-таки увидим сейчас. Да-то что? Обалдеть. Водостоки сделаны. Вот мы поднимаемся. Какой вид внешний. Всего этого просто великолепные виды. Виды просто астрономические, конечно. Вот такая здесь смотровая площадка. И вот такой космический вид. Скамейки здесь. Можно отдохнуть. Чаю попить. Какой обрыв сразу. Видите, ребята? Тут буквально, если вот так разогнаться, то ты сразу улетаешь туда на 200 метров вниз примерно. Сколько? А, а я мне не показываю. Фонари. Ну, в общем, вы представляете, какая красота, ребята? Это просто шедевральная красота. Я не видел ничего подобного еще в своей жизни. Ничего такого. Чтобы вот такие смотровые вещи отправились в площадке. Вот большой Ахун впечатление оставил. А здесь тоже. Ух ты! Ну, это просто жуть. Вот это да! Друзья, это да! Енисей во всей своей красе таежный. Друзья, ну и самое главное. Это памятник осетру. Я так полагаю, царь рыбе. Вот он, осетр. Вот такая вот рыбка. Когда-то я такую даже кушал. Было время. Я покажу вам его со всех сторон, как он выглядит. Это он как бы в сети попал, да, я так полагаю? Сделано. Сети и осетр. Визитная карточка чего? Ну, теперь этого места. Ага. Ага. А теперь вот. Все так. Классно. Деревня Овсянка. Вроде Настафина. Это Растафина. Даже сюда. Альтин приезжал сюда. Директор, господи, деревня Овсянка. Это вот слизня до снизу. Ну, пойдем. Мы спускаемся на площадку, которая чуть ниже. Ох, ребята, какой же все-таки тут высота какая. Это просто жуть. Кто-то вот туда залез на этот камень и снимал там. Ой, я снимал это, рисовал там свое имя. Вот Енисей. Ну, воздух сегодня холодный. Прямо от Енисея холодный. Вот мы спустились, холодный воздух пошел. Зимой и летом 5, 7, 10 градусов. Про то, что вы говорили, ребята, вот это автоловушка своего рода. Когда тормоза отказывают, ты туда улетаешь, в общем, наверх. Много чего падало. Камазы с прозвонок, тормоза отказали. На баху лежит Камаз или еще что-то. Да. Цепи лежат. Резко заворачивали. Мы едем дальше, в Диногорск. Заезжаем в деревню Усть-Мана. Все это поселок Усть-Мана. И вот мост через реку Мана. Она замерзает зимой. Енисей не замерзает. Енисей не замерзает, а Мана замерзает. Вот она, друзья, река Мана. И вот мы уже подъехали к Диногорску. Табличка Диногорск. Дивные горы. Одинокая заправка. Здесь диски делают скат. Завод по сплаву. Диски делают. Диногорск Стелла такая. Орден. Не помню, какого названия этого ордена. СССР. Вот такие вот скалы. Видны горы на той стороне, друзья. Покрашен прикрой из них. Вот такой вот Диногорск. Тоже красота. Ощущение, что в воду мы сейчас должны съехать. Ага. Какие красоты. Вот такие тут, такая вот набережная здесь, друзья. И еще лестница. Спустимся. Какие величественные сопки. Я бы назвал их. Ну, горы. Как бы не горы, но сопки. Такие скальные. Может быть и горы. И вода прозрачная, и не сей. Все видно на дне. Вот так вот, друзья. Такое вот величественное, такая река горная. Прозрачными водами. Идет. Там вот утки плавают. Сейчас сниму на другую катать. Димный горск. Продолжается. Березки. Какая у них прекрасная набережная. Вот они просыпаются, люди. И выходят сюда. Знаете, вот мне вот эта лощина, вот между горьем, да, напоминает Мацесту. Ну, только там нет реки. Ну, там как бы речка другая, несколько такая узкая там. И вот сама вот эта вот структура, как в Мацесте, до дома. И тут такая вот плащина, такая вот, как бы вот впадь. Ну, дома, конечно, другие. Мацесте там коттеджи. Такие вот маленькие скверики на берегу Енисея. Там причал был. И причал был, на котором раньше приставала ракета. Возила туристов иностранных. Сейчас уже дотации на нее нет. Говорят, где-то здесь, в гостинице, вот на берегу Енисея, отдыхала Алла Пугачева в 90-х годах, когда с концертами приезжала. Вот здесь, где-то вот за этим забором. Там особый, видать, какой-то коттедж стоит, гостиница в лесной зоне. Вот. Кафешку проехали, Сережа. Да и ладно. Там еще. Наверное, там поднимемся. Вот бегают они, пацаны. Спортом занимаются. Серега нас порадовал еще одним местом. Показал. Он показывает сегодня самые яркие места. Вот в Демногорск. Смотрите, какая красота. Мы вышли, по сути дела, на реку. Енисей. Вот он, друзья, Енисей. Не замерзающий Енисей 300 километров не замерзает. 300 километров не замерзает. Сильный мороза может чуть меньше, а так где-то около 300 километров. А около берега замерзает? Нет. Тоже нет? Да.